добрый день коллеги добрый день те кто к нам недавно присоединился мы продолжаем нашу конференцию и переходим ко второй части давайте проверим что мы все слышим и видим а поставьте циферку 2 потому что вторая часть циферку 2 поставьте пожалуйста в чате а я с удовольствием представляю вам следующего спикера нашей конференции ольга эль казас руководитель сети кембриджских клубов в российской федерации основатель генетической группы кембридж тичем все вы знаете видите посты этой группы постоянно в сетях в соцсетях и ольга нам расскажет сегодня вот такое название и в этой презентации дерево роста да вот о чем же она давайте пока будем дать интригу я пока даже не буду говорить о чем это с большим удовольствием и слово ольги спасибо спасибо или на видно сейчас мою президенту же да все видно все хорошо спасибо большое за представление спасибо большое за предложение за приглашение на самом деле дерево роста это такой инструмент, который я сегодня хочу с вами поделиться, и если вам этот инструмент будет полезен, то с удовольствием подарю вам шаблон, который я разработала в прошлом году. Это очень важный, очень эффективный инструмент для руководителей школ, будь это у вас языковые центры, будь это центры раннего развития, неважно, там, где работают преподаватели, там, где вообще работают люди, дерево роста будет, я уверена, очень полезным и очень нужным инструментом. У меня была такая ситуация из года в год. Сейчас я начну рассказывать, я думаю, что очень многие узнают себя. Ситуация такая, мы не набираем преподавателей, скажем так, которые не наши, правда? То есть к нам в основном приходят те люди, которые наши, те, которые готовы учиться, те, которые готовы развиваться, те, которые готовы вообще вникать в нашу систему, так ведь? И тут вдруг в течение года встречается следующее. Учебный год закончился, ученики выросли, а учителя нет. Там, где были, там они и есть. И в плане языка, и в плане методики, и в плане всего, да? То есть мы явно видим, что дети с сентября до июня, они очень выросли, они сдали, допустим, там кембриджский экзамен, они получили доказательства своего роста, а учителя не выросли. Такая ситуация была у меня, да? Еще у меня тоже была вот такая ситуация, да? То есть они хотят развиваться, наши учителя, но они не знают, что им делать, куда им развиваться, да? Как это лучше сделать? Они начинают распыляться, да? То есть они начинают очень много времени и денег, что самое обидное, это тратить на совершенно как бы так разные вообще вещи, которые, может быть, совсем не то, что им нужно. И они как в этом анекдоте, понимаете, про обезьянку, да, я и умная, и красивая, не знаю, куда мне деться, так? И наши учителя вроде бы и хотят, но конкретно не знают, что делать, как делать. И, конечно, у них это много времени потом занимает, и все, в общем-то, безрезультативно, что самое обидное тоже, да? И еще третья ситуация. Учителя что-то делают, да? Там спросишь, а я это посмотрела, я то сделал. Но в итоге, когда ты сядешь в конце года, да, ты не видишь, что они делали. Визуализации нет никакой, понимаете? Вот. То есть дети, когда закончили учебный год, у нас есть результаты их тестов, правильно, там промежуточных, юнит-тест, там разные тесты, входящие, исходящие тестирования, у нас есть кембриджские сертификаты, да, то есть мы видим визуально, мы видим этот рост. Учителей мы не видим, хотя они что-то делают. И когда эта ситуация повторялась у меня из года в год, из года в год, из года в год, я решила сделать следующее, да? Я решила, что мне нужно создать такой документ, который четко мне покажет, да, как уже говорили предыдущие спикеры, вот у меня пункт А, вот мои учителя, вот у меня пункт В, куда я их хочу довести, да? Ведь я-то знаю, где они у меня будут работать потом, только руководитель это видит, только руководитель это знает, в принципе, ну, вкупе с методистом, понятно, да? Вот, то есть мне нужно знать, пункт А – это где человек был изначально, то есть что у него есть, пункт В – где я хочу его видеть через год, да, то есть с какими квалификациями я его хочу видеть, с каким уровнем языка я хочу его увидеть, да? Дальше в этом документе мне хотелось бы видеть путь, да, как же его провести от пункта А в пункт В, да, то есть какие статические пункты он должен проехать для того, чтобы достичь этот путь. Также в этом документе мне хотелось отслеживать, да, я наметила пунктики развития, но выполняются ли они, как вот это отслеживать, да? Также мне хотелось, поскольку я отслеживаю, да, иметь какое-то влияние, потому что понятно, что все мы люди, иногда мы просто устаем, иногда у нас просто не хватает времени, иногда у нас вообще опускаются руки, в нашем случае опадает листва, потому что мы говорим про дерево, да? Вот, и мне хотелось бы на это влиять, да, или вдруг человек уже оп и выполнил этот пункт В, там, в октябре месяце вместо мая, да? Мне хотелось все это видеть просто, понимаете? Я думаю, что вам это очень откликается, да? И тогда я летом прошлого года создала вот такой вот документ для себя, да, который я назвала дерево роста. Причем я решила посадить эти деревья как для новеньких учителей, которые ко мне приходят, так и для стареньких учителей, да, те, которые уже у меня есть. Здесь мы видим логотипчик нашего центра, да, у вас все, в принципе, тоже самое видно на экране. И здесь мы пишем «План моего развития на такой-то год», да? Здесь очень мотивационная, как я так считаю. Надпись у нас, да, I can, I will, и могу, и сделаю, да? Вот здесь я пишу фамилию, имя преподавателя, здесь я пишу его номер телефона, соответственно, да? Ну, или какие там нужны вам вещи. Это вот такая вот у меня обложечка, да? То есть это такая брошюрка, которая состоит из шести страничек. Печатаются они очень-очень просто. На обычном принтере я их печатала, соответственно, да? И я потихонечку начала это дерево роста внедрять. Вот именно об этом инструменте я сегодня вам и расскажу. Первая реакция моих заместителей, директоров филиалов, учителей, методистов была «Вау!» Полный энтузиазм, конечно, и can, и will, и все мы сделаем за этот год. Мы с тобой, дай пять, дай кулачок. Все это было вообще прям здорово воспринято, скажем так, да? Почему это было здорово воспринято, сейчас вы увидите сами. В этом документе прописано все то, очень наглядно и просто, о чем мы договорились с учителями, да? То есть как им улучшить язык, как им улучшить методику, как им улучшить точки роста, какие точки роста, да? И мы договорились так, что выполняя все это в конце года, да, то есть будет как аттестация у нас, да, и вы можете рассчитывать, безусловно, на повышение заработной платы в следующем году, да? То есть вы не просто с нами остаетесь работать в следующем году, вам однозначно грозит повышение зарплаты, да? Вот. Ну, а теперь поподробнее, да? Итак, что я имею? Первая страничка называется «Что я имею?». Вот так это выглядит у меня, да? И с левой стороны на экране вы можете это видеть. Значит, тут я пишу исходные данные. Личные данные, телефоны, дипломы, сертификаты, которые есть на данный момент. Далее я пишу входящий уровень тестирования и методики. Вот этот пункт, третий пункт вот с этой стороны у меня, да, входящие в тестирование, да, то есть я и язык тестирую, и методику тестирую, да? Тут уже зависит от вас, что вы выберете. Выберете вы уровень CEFR, выберете вы по методике там TKT какой-то определенный модуль или количество баллов, да? It's up to you. Далее я пишу вот четвертый пунктик «Выданы учебники». Почему? Потому что мы выдаем своим преподавателям учебники, и по которым они преподают, и по которым они учатся. Опять же, цель, понимаете, цель этого документа была собрать все в одно, как бы, да, все в один документ. Следующий пунктик вот здесь вот маленький такой. Значит, это у меня «My Teaching Goals», да? Значит, «My Teaching Goals», что я хочу научиться преподавать в этом году. Значит, тут мы ставили такие цели, например, да, научиться преподавать грамматику подросткам, да, научиться, там, я не знаю, выводить на спикин учеников уровня B1. То есть это были очень конкретные такие, как бы, цели, не просто уровень, с которым ты будешь работать, а вот какая твоя вот методическая фишка в этом году, над которой тебе надо здорово поработать. И последнее на этой страничке было, так, вот здесь внизу у меня примечание. Ну, понятненько, что всем нам нужно место для свободного полета, да. На второй страничке «My Language Progress» было у меня, да. Значит, здесь все очень просто. Все преподаватели у меня учат язык. Все. Они учат у меня в группе. Как я могу требовать у них роста какого-то, да, если я им не предоставляю условия для того, чтобы они развивались? Так вот, ребята, вы определены в группу. Это обычно группа особая для учителей конкретных, да. Значит, вот здесь название группы, расписание и attendance. То есть каждый месяц я пишу, сколько уроков они посещали. Это очень легко у меня отследить, в принципе, потому что я работаю с BigBand CRM. И там нажал на ученика, и сразу он пишет, сколько процентов в этом месяце он у тебя отходил. Легко отследить, скажем так, да. May Progress Test. То же самое. То есть юнит один закончили там или какой-то юнит. Я пишу результаты тестов в среднем. Опять же, это отслеживается либо через BigBand CRM, либо каждый преподаватель, в общем-то, это вписывает. Дальше. Вот этот мунтик очень важен. A book to study from cover to cover. То есть я назначаю книжки, которые я хочу, чтобы они почитали. Опять же, поскольку это страница для language, значит, здесь пишем, соответственно, книжки для language. То есть, например, я хочу, чтобы они там advanced grammar lab вот этот, да, изучили, либо это pre-intermediate там какой-то Oxford grammar. Ну, в общем, что по языку вы считаете, они должны пройти. И мы четко ставим дедлайн. То есть срок там три месяца у тебя на то, чтобы закончить, скажем так, этот учебник. Далее у нас здесь есть reading a book. Вот это художественная литература, да, то есть мы, у меня есть, например, богатая библиотека английских книг в клубе. Кроме этого, у меня, опять же, в CRM, которые я уже упоминала, там есть электронные книги. Кроме этого, всегда преподаватели что-то еще сами любят читать, да. И вот здесь мы просто пишем. Они говорят там, я прочитал столько-то страниц, такой-то книжки. И каждый месяц мы просто собираемся и все это заполняем, да, занимаемся этим методистом. И за каждым методистом закреплено определенное количество учителей, да. Вот здесь мы пишем следующие фильмы, которые мы смотрим, да. Это делается очень просто. Я летом села, накачала фильмов, подгрузила их на наш сайт учителей корпоративного обучения, да. И просто ссылочку им скидывала в середине месяца, что, ребята, месяц скоро заканчивается. Не забудьте посмотреть вот такой-то фильм на английском языке. Таким образом, хотя бы 10 настоящих, крутых, полноценных фильмов, как бы они у меня посмотрели. И вот здесь my language goals. То есть что ему нужно улучшить в качестве language этому человеку. Pronunciation нужно улучшить. Fluency надо улучшить. Что именно надо сделать, как бы, да. И вот здесь у меня get Cambridge qualification внизу, да. То есть конкретно мы пишем сдать экзамен FCE такого-то числа, да. Ну, такой-то месяц, скажем так, да. То есть мы четко ставим goal, и мы четко прописываем на этой страничке, как мы хотим, чтобы они этого достигли. Следующая страничка my professional growth. То есть здесь, в принципе, все то же самое, что для language, только уже касается методической части. Опять же, начинается с my courses to do. Опять же, я как человек достаточно опытный, разбирающийся, ориентирующийся очень четко в ELT-мире, и в своих преподавателях я могу им порекомендовать, какой курс нужен. Тут, например, мы 50 на 50, если это платный курс, оплачиваем 50 на 50. 50 преподаватель, 50 мы, как администрация, да. Вот. И вот четко мы прописываем название курса, где его найти, и до какого числа это надо пройти, соответственно, да. Дальше опять следующее здесь a book to study, но здесь уже идет методическая, соответственно, книжечка, да. Не переусердствуйте, да. То есть вот у меня два, две книжки есть на language, две книжки есть на методику. В принципе, этого более чем достаточно, как показал опыт. И вот здесь my webinars, да, то есть что человек посмотрел. Он пишет название, дату, он пишет свои insights, и очень коротко пишет, применил он эти insights, что он хотел там, или не применил, допустим, да. И последнее здесь, professional growth, было у меня conferences and seminars, то есть куда он поехал, то есть в каких более таких крупных мероприятиях как бы человек поучаствовал. Вот такая страничка. И вот это my point of growth, это как раз-таки отслеживание уроков, то есть методисты, наставники, коллеги, они отслеживают уроки друг друга, да, и, соответственно, пишут дату, когда они посетили урок, и один момент, над которым надо поработать к следующему уроку, да. И человек, учитель, видит прекрасно, над чем ему надо поработать. И на следующий урок, когда я посещаю урок, если я методист, да, я уже вижу, исправлена эта проблема или нет, и рекомендую что-то еще. Таким образом, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть мы вытягиваем как бы преподавателей, и они видят прекрасно, как и куда им надо идти. Также у меня есть страничка, которая называется Internal Club Events, потому что мы очень много проводим тренинги как раз-таки для своих учителей, которые здесь, ну как много, раз в месяц, да. Раз в месяц провожу что-то я, это глобальное для всех, и раз в месяц проводят мои заместители, они же и методисты, конкретно по своему филиалу, потому что они чувствуют свои боли, они чувствуют свои слабые стороны, как бы, да, и, соответственно, они знают, над чем именно в этом месяце лучше проработать. Мой план, он известен заранее, на год, но, тем не менее, какие-то адаптации тоже вот пару раз мы вносили, в зависимости от того, где западали как бы у нас учителя, соответственно, да. Вот, и здесь что у нас есть, то есть мы уже знаем заранее, в принципе, даты моих, да, и даты методистов, которые будут, да, читать. То есть у нас два тренинга проходит для них в месяц. Вот, и мы вписываем, этот посетил, этот не посетил. Вот тут в дереве роста все сразу будет видно, в принципе, что это было на самом деле. Вот, значит, и вот здесь у нас, здесь еще есть вот у нас такая штучка, вот здесь, класс is observed. У меня два раза в год преподаватели три дня не работают, а смотрят уроки друг друга, да, то есть вот здесь они тоже пишут, что они отсмотрели, какие выводы они, в общем-то, сделали, очень коротко все. Вот, может быть, кто-то уже вырастет для выступлений небольших, может быть, кто-то уже будет участвовать в конкурсах каких-то, да. И вот этот документ, понимаете, он маленький, как вы видите, компактненький, но в нем все, да, но в нем абсолютно все. Все мне видно, что дано учителю на руки, что мне надо у него забрать, если он будет уходить, да, с какими он пришел багажом, с каким багажом он уходит или заканчивает этот год, скажем, давайте не будем уходить, давайте заканчивает этот год, да, и насколько он заслуживает вообще повышение зарплаты в следующем году, вот, или уже даже может быть он такой умничка, что уже даже и в этом году мы можем его не только повысить зарплату, но и статус, возможно, да, как бы сделать его наставником, там, например, и так далее, да. Вот, здесь у меня вопрос, работает ли мотивация работать целый год, чтобы зарплата стала выше, работает, очень даже работает, это самое, понимаете, на берегу до того, как начался учебный год, да, на берегу мы с ними договариваемся, ребята, вот это, вот это, вот это, вот это, чтобы повысилась зарплата до такого-то, да, то есть, и, конечно, вот здесь наглядно уже они видят, что было сделано, а что было не сделано. И хочу теперь сделать вам рефлексию, как бы, да, небольшую, как, что получилось из этого, что не получилось, потому что вы помните, картинка показывала, что с энтузиазмом все восприняли, да, конечно, давайте, мы учителя такие, особенно английского языка, да, которым все тянемся к небу, все тянемся к небу, все нам хочется совершенствовать и что-то делать, да. В течение года как это было организовано, да, то есть в последний день месяца заместители, они же мои методисты, то есть они сели, брали свои деревья, учителей записывали, журили, хвалили, в основном журили. И где-то, наверное, месяца через 4 началась осень, у людей, начали у учителей подать листики, угас потихонечку энтузиазм, и тут уже, конечно, ваша реакция как руководителя, ваша реакция как методиста, да, как наставника, что, ребята, это нормально. Мы сейчас все очень заняты, но это нормально, но давайте делать хоть что-то из того, что у нас намечено, хоть что-то. То есть в какой-то момент они у меня перестали смотреть фильмы, читать книжки, и методические, и языковые, но они продолжали ходить на уроки, они продолжали ходить на мои тренинги, то есть они все равно что-то делали, понимаете. А потом уже после Нового года, ребята, все, после Нового года мы уже Новый год пережили, новогодние квесты провели, 46 штук, а у вас 2 недели, давайте и фильм посмотрим, и то-то сделаем. То есть вот это вот влияние, поливание, ухаживание, оно будет все равно целый год. Не думайте, что у вас есть прекрасный готовый инструмент, документ, и на этом все. Нет. Никакие деревья в мире, вы понимаете, не будут свисти и расти, и вам приносить плоды, пока вы не будете за ними ухаживать должным образом. Тут заметили, приболело деревце, тут заметили, что что-то там, букашки на него сели, еще что-нибудь, да. То есть вот этот процесс, конечно, идет целый год все равно. Вот. Что бы я хотела улучшить? Вы знаете, на следующий год я обязательно снова буду сажать деревья, однозначно. Но я сделаю это немножечко по-другому. То есть я для удобства, вот здесь у меня были слишком маленькие графы, да, я для удобства решила, что я это буду делать помесячно. То есть одна страничка, один месяц у меня будет вот так вот. И я хочу добавить балловую систему. То есть вот, допустим, у меня запланировано 10 тренингов. За каждый тренинг, на который они пришли и интенсивно поработали, они получат 10 баллов. То есть 100 баллов они максимально могут получить за тренинги в год. Вот я стремлюсь к тому, чтобы это не было менее 75%. И так по всем остальным. По языку, по методике, да. То есть вот такую как бы балловую систему я хочу разработать и сказать более в цифрах мне еще это даст. Не просто мне даст это визуальную опору мне и учителям, но еще в цифрах это будет сделать. И еще что я поняла за этот год внедрения вот этого сада, да, что когда учителя новенькие приходят, первый год их лучше вообще не трогать, вообще не трогать. Пусть въезжают в систему, пусть познают вообще методику, по которой вы работаете, въезжают вообще во все, что происходит вокруг. И только со второго года они, мы сажаем их дерево у себя, скажем так, и начинаем их растить. Потому что получается overload, когда у них слишком много, да, то получается уже overload, и они не справляются, и они чувствуют себя очень плохо, как бы по этому поводу. Поэтому, чтобы не доводить до нервного срыва, скажем так, да, то есть я приняла для себя решение, что обязательным вот эти деревья я начну сажать уже только со второго года, как у меня работают преподаватели. Вот. Из плюсов, что я вижу из плюсов, как бы, да, что для учителя ему виден прогресс визуально. То есть он видит, где он был, где он есть, он видит, что из намеченного удалось, что не удалось, и все это, как бы, находится в одном документе. И, опять же, он видит четкий путь, да, то есть я сейчас здесь, через год я хочу быть вот здесь. Вот мне наметили, мне подсказали лучший путь, да. Вот. И самое главное, что цели мы эти ставим вместе, совместно. Понимаете, у меня был один преподаватель, которому мы наметили, допустим, TKT, сдачу TKT на май 21 года. Вот она сказала, нет, я хочу сдать это в декабре 20-го. Супер, давай, мы с тобой, чем мы можем тебе сделать, да, чем мы можем тебе помочь, чем мы можем тебе подсказать. Есть преподаватель, которому мы назначили, молодая девочка, экзамен, скажем так, FCE. Она сказала, нет, я буду CEE сразу сдавать. Мы говорим, это очень амбициозно, подожди, давай начнем с FCE. И сейчас только она поняла, что да, мы были правы. Вот. То есть, ну, мы все это обговариваем вместе, понимаете. И это очень мотивационно. Потом очень-очень мотивационно. Ну, ты же сказала, что ты хочешь дать TKT в декабре, да. То есть, и вот все это действительно было классно и мотивировано как бы для людей. Для руководителя все те же самые плюсы, что и для учителя. Все абсолютно то же самое. Плюс еще немножко, да. То есть, сегодня уже все предыдущие спикеры говорили о визуализации, да. Сергей говорил о том, что мы все визуалы, это так. Но когда у тебя есть четко прописанная бумажка, которая, это не договор, да. Это чисто вот внутренние как бы ваши договоренности, когда это все сказано и когда это все зафиксировано, потом очень легко общаться с преподавателями. Это все fair. Очень честные такие вот условия, о которых мы с тобой договорились, да. Плюс, чем мне понравилось дерево роста, разработанный мной документ, да, что он регулярно помогал мне хотя бы раз в месяц заняться своими преподавателями, да. То есть, я спрашиваю заместителя, так, что там у нас, они говорят, это не заполнило, это сделало, это не сделало. Все, я уже знаю атмосферу в коллективе. Я уже знаю, кто и что у меня начинает западать и почему начинает западать, да. И очень было легко отслеживать вот это вот начинающееся выгорание, поэтому этот год мы проработали очень-очень благополучно. Ну, про честные условия, улучшения я уже сказала. И еще разочек хочу сказать, да, что мало эти деревья посадить. Мы так это между собой сейчас назовем, да. Так, к нам пришел новый преподаватель, надо посадить ему дерево, да. Мало его посадить. За ним обязательно, обязательно постоянно надо ухаживать. Постоянно. И только тогда вы, как руководитель, будете пожинать самые-самые крутые плоды, которые есть. Ваш сах будет свисти и пахнуть. Конечно, это все и есть рост не только преподавателя, да, не только детей, но это рост всего клуба. Я так к этому вопросу подхожу. Немало, немного, как бы, да, что это рост нашего клуба. Без того, чтобы каждое деревце отдельно у тебя выросло, какой у тебя там будет сад? Какой будет сад, если каждое отдельное дерево не растет? Одно выросло, одно осталось кустом и так далее. Вот, поэтому я очень советую вам воспользоваться таким инструментом. Дерево роста называется оно у меня, да. Все, кому нужен шаблон, Ирина, я не знаю, как лучше это сделать, да, могут получить его бесплатно. Либо будет рассылка от организаторов этой замечательной конференции. Либо вы пишите мне, пожалуйста, давайте дружить, давайте будем знакомы. И я с удовольствием с вами поделюсь данным шаблоном, он у меня в PDF-варианте. Давайте мы, наверное, Ольга, свяжемся с вами и потом сделаем общую рассылочку, скажем, участникам, да, потому что действительно инструмент нужный и полезный. Да, ну, у меня все, я буду ждать. Спасибо вам огромное за такую пунктуальность, прям как здорово все рассчитано, прям вот вы закончили, как было договорено. У нас есть один вопрос, прям вот от меня, ну, давайте его тоже покажем на экран, сейчас, я его написала, сейчас, секунду, появится на экране. Ага, вот. Не включается, тогда я его озвучу просто. Вот мне любопытно, вы сказали, что, вот, работает ли мотивация на будущий год, как отдаленная мотивация? Абсолютно да, абсолютно да. Вы знаете, я вам скажу, почему это работает. Потому что учителя общаются между собой. А с каждым был уговор свой собственный, понимаете, что, о, ты у меня всего второй год работаешь, а Мария Петровна работает пятый год. Поэтому, конечно, у Марии Петровны другое дерево, у Марии Петровны другие цифры оговорены, как бы, да, насколько это все будет выше. И что, почему она получит это, потому что у нее не только текет, идти, у нее еще и сель-то есть, будет, грубо говоря, да. И поэтому, когда они общаются между собой, они видят, что это реально, что я потихонечку поднимусь и буду уже такая, как там, я не знаю, как Мария Петровна, например, да. Да, они общаются между собой, они сравнивают между собой свои деревья и кто чего достиг. И это работает не только на этот год, но и вообще вот на будущее. Но опять же, вы сказали, что возможные случаи, допустим, ускорения этой программы, да, потому что... Есть и такое, да, есть и такое у меня. ...по разной скоростью. Да, есть и такое, и это очень здорово, потому что они потом начинают заниматься чем-то другим. И я рекомендую сделать так, то есть на один месяц, скажем так, не ставить языковой, допустим, экзамен кембриджский, да, и методический экзамен кембриджский. То есть, допустим, мы FCE ставим там в июне, значит, TKT мы ставим в декабре учителю, скажем так, да, как дедлайн, для того, чтобы она могла с этим уже и заняться чем-то другим. То есть неправильно все там на лето оставить им, потому что есть такие преподаватели, о, летом у меня будет время, летом я все сделаю и TKT, и FCE, и CELTA, и DELTA, и все, что хотите. Нет, ребята, это так не работает. То есть надо все очень грамотно, учителя у нас люди творческие, зачастую как бы им как раз-таки нужен такой человек, который близок к земле, практический человек, который через все это прошел, и который им подскажет, нет, давай потихонечку, давай потихонечку, а если получится лучше, то молодец. Я думаю, что вы себе льстите, называя себя человеком земли, потому что вы невероятно творческий, как я знаю, и именно учитель. Вы даже сегодня у нас на конференции, вы выступаете и в секции для учителей в том числе, поэтому это вот тут вот я бы еще вот об этом поспорила. Вот, но тем не менее... Одно другого не мешает, я считаю, Ирина. Да, не мешает, одно значит, я прямо знаю точно. Качество руководителя – это одно, качество вы сами тоже знаете, качество преподавателя – это совершенно разные вещи. Спасибо вам большое, Ольга. Это было вот наше такое первое знакомство, и я надеюсь, что оно будет длиться дальше. Мы вас готовы ждать на наших будущих конференциях, не только на конференциях, а и между ними. Спасибо большое, всего доброго. Спасибо большое, Ирина. До свидания. До свидания. У нас очередь следующего спикера, и я с большим удовольствием даю слово человеку из Сибири, это очень далеко от Севастополя, поэтому вызываю такое уважение.